Нужно спросить жителей Крыма и, между прочим, жителей Херсона и Запорожья, нужно спросить будет, где вы хотите жить. И спросить их нужно будет не тогда, когда их там спрашивали, когда там пули свистели и бомбы падали. Их спросить нужно будет в спокойной обстановке. И спросить не только тех, кто там остался. Там же убежало огромное количество людей, бросив свои дома. И да, может, уже не осталось во многих местах, понимаете? Это тяжелая история. И нужно спросить тех, кто уехал оттуда, ну, в смысле, кто там жил и хотел бы вернуться. И от их ответов многое зависит, как вы понимаете. Вот такая история, это все тяжелая вещь. Мне просто интересно, можно ли в таком случае, например, зеркально развернуть следующую историю. Владимир Зеленский на днях подписал указ об исторически населенных украинцами на территориях Российской Федерации. Можно ли в таком случае на территории Российской Федерации проводить соответствующие референдумы и спрашивать о желании жить в составе одного или другого государства? Как вы думаете? Совершенно безумная затея. Не знаю, зачем это. А почему в этом случае это безумная затея, а в случае, когда мы говорим о территории другого государства, это не безумная затея? А вы не понимаете разницу? Честно, нет. Совсем? Правда, нет. Я поэтому вас и спрашиваю. Я упрощаю вопрос. У господина Зеленского есть способ, например, что-то сделать сейчас в территории Ростовской и Белгородской областей в том смысле, чтобы, например, ввести туда этих полицейских украинских, чтобы они там порядок наводили? У них есть такая возможность? Нет? А мы исходим только из возможностей? Так-то я думаю, что у американских конгрессменов или американского президента ничуть не меньше военных возможностей, чем у российского президента, а то и больше. Значит ли, что они могут в любой день войти куда угодно и наводить там свои порядки? Ну, они это частенько делают, да. Ну, если они это делают, это не значит, что это правильно? Конечно, неправильно.